Как ремонтируют проезды, ставят качели и тренажеры во дворах. Иными словами, за тем, как выполняется программа формирования комфортной городской среды, наблюдали представители столичной администрации и наша съемочная группа. У Ромы не получается потянуться на этом тренажере. Его поставили недавно, не успел потренироваться. Зато с другими проблем нет. Вместе с новыми тренажерами в дворе по улице Гоголя появились качели. Скоро приступят к ремонту проездов, тротуаров и освещения. Жители домов приняли решение поучаствовать в программе формирования комфортной городской среды. С них инициатива и софинансирование в размере 3%. Ну, 3% это немного, это все там копейки. Соседи согласились, да? Да, жильцы согласились, потому что в дворе детей много. Тем более сейчас молодежь, как говорится, тоже заинтересована. Государство поддерживает, как говорится, рождение детей. Во дворе по улице Хивежская благоустройство начали с ремонта проездов. Здесь к стандартному набору игровых форм и тренажеров добавится хоккейная коробка, места для отдыха. Я вот как, когда в администрации собирали, просила для пожилых людей, чтобы у нас и скамеечки стояли, а то им и посидеть негде, и мама с детьми тоже так же, сама была мамой. Впрочем, всем угодить непросто. Но мы что хотели, вот приехали тоже с Леонидом Ильичем узнать еще раз, ваше мнение было услышано при проектировании? Пока, да, но не все. Ну, не до конца возможно, но вы за эти изменения? За, извините. Вы за освещение, вы за детскую площадку, вы за парковки, правильно? Да, парковка. И за бордюры. Стоимость какая еще раз? 6 миллионов на 5 домов, да? Да. Это, в принципе, хорошая сумма. Помимо дворов, в рамках программы благоустраивают общественное пространство. Вот так выглядит парк у торгового комплекса «Шупашкар» в проекте. А вот так пока в жизни. Начали с проездов и тротуаров. Авторы проекта обещают скейт-парк и другие необычные для Чебоксар развлечения. И нам радостно. Это же у нас центр нашего Новоюжного микрорайона. Мы очень довольны. И вот это оригинальное, вот мы узнали здесь будет, али учителей, такого вообще еще не было в городе. Здорово, что появился такой федеральный проект. Здорово, что Чебоксары в нем активно участвуют. И город Чебоксары получил значительное средство и реализует этот проект. Подрядчики определены адекватные, имеющие опыт работы на территории города. Мы перед собой ставим задачу контролировать качество выполняемых ими работ. И просим жителей домов, жителей микрорайонов участвовать также в приемке работы и контролировать качество. Ну а тех, чей двор не попал в программу в этом году, призывают не упустить шанс в следующем. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика.